всем привет добро пожаловать на мой канал и я сегодня вам буду рассказывать и показывать свой наборчик новой слободы вот новая слобода называется рождество вдвоем вот превью работы мне этот набор подарила моя подружка марина в прошлом году 2019 на мой день рождения и я обещала ей что я вышью на самом деле это очень мой любимый набор моя хочу шка я увидела первый раз 2019 году на выставке в октябре нет не в октябре конца сентября увидела этот набор увидела его вышитым и оформленным очень очень мне понравился я себе захотела его и вот марина мне его подарила но как-то вот у меня до сих пор руки еще не зашли его вышить но я надеюсь в этом году что будет финиш и я буду в этом видео вам показывать свои продвижения будет у меня серия таких роликов скажем так ну где-то может быть 4 может быть немножечко больше буду смотреть как как у меня будут идти дела продвигаться здесь на самом деле немало вышивки здесь нужно будет вышивать крест крестиком нужно будет вышивать и пришивать бисер и вот еще видите такой backstitch будет но очень интересно давайте я покажу что у меня выше то сейчас вот на данный момент у меня вот столько выше то вот смотрите как выглядит красиво очень красиво сейчас я покажу всю работу вот такая она даже в кадр не влазит я вышиваю эту работу в пальцах и видите даже когда я снимаю пальцы ну заломы они проходят так я сейчас покажу вам мою организацию ниточек я убрала ниточки с оригинальных планшеток потому что планшетки были такими картонными и у меня они как-то порвались быстро быстро стали рваться вот я перевесила на вот такие деревянные планшетки вот так вот завязала косичкой одну и вторую вот так вот здесь получается 44 цвета ниточек да немало схема бумажная вот им покажу часть схемы вот так вот я отмечаю схема бумажная еще есть бисер красный и скажем золотой бисер вот но я его положила чуть подальше чтобы не потерять так сейчас я расскажу вам по поводу схемы до схема бумажная как бы конечно же это непривычно вышивать по бумажной схеме но в принципе нормально никаких у меня нареканий к значкам нет в принципе я не путаюсь вот не путаюсь и вообще никак так ключ где ключ ключ к схеме идет на отдельном листе вот он ключ схеме получается здесь указано в как во сколько сложений да есть два бленда вот номер номер ниточек и по порядку то есть как они были прописаны в народа в органайзерах какие здесь используются ниточки здесь не написано я хотела разузнать эту информацию но не нашла если вы знаете если у вас есть данные поэтому вы напишите чтобы мы знали потому что те кто будут вышивать этот набор будут смотреть это видео либо вы посмотрите и захочете вышивать нужно собрать максимум информации так что пишите свои комментарии так по поводу сложности не сложности вышивать на этой конве у меня никаких сложностей нет потому что ну даже несмотря на то что она такая темная да вот я сейчас ее подниму вот смотрите как она светится она мягкая вот я сейчас запяли в пяльце нурге на пяльце нурге сейчас я вам покажу как какая делается натяжка и в принципе удобно мне удобно вышивать в пяльцах на станок не натягивала даже не пробовала потому что надобности нет и в принципе я не натягиваю на станок ну зачем я в пяльцах неплохо вышиваю так вот так вот я люблю чтобы вот эти вот ушки были у меня вверху всегда так вот вот быстро и смотрите какая прекрасная барабанная натяжка и вот смотрите видите светит канва просвечивается и в принципе легко вышивать и очень классно так где-то была у меня иголочка где же иголочка здесь была оригинальная иголочка такая хорошая но я ее куда-то уже делать так поищу всегда она у меня была на конве но что-то я не вижу ну ладно здесь не не столь важно ниточки не протираются потому что канва мягкая очень приятная канва на ощупь вообще ее приятно держать и вот сколько я уже времени вышиваю эту работу я то в пяльца запяливаю то убираю то складывают еще что-то видите принт вообще даже не поменял своем свою структуру ничего отсюда не ушло то есть не отпала ничего ну очень хорошо пропринтована и краска это не смывается наверное ну будем видеть посмотрим я сейчас повышеваю немножко у меня в планах вышить хотя бы вот здесь чуть-чуть давайте мы с вами в этом видео встретимся через какое-то время когда я вышью и будут мне какие-то там может быть на этот счет мысли я вам конечно же все расскажу но в принципе вот смотрите мы сравнивать будем даст review вот смотрится очень красиво классно смотрится чашечка это очень классная и я вот и туда вот так вот сейчас пойду вот в эту сторону и вверх буду подниматься потом я вернусь в эту сторону дойду до этого угла буду подниматься вверх дойду равномерно буду доходить до верха и вот здесь вот буду соединять наверное буду делать так ну посмотрим как не делать просто если я буду идти вот так вот по кругу не собьюсь ли я ну ладно посмотрю как пойдет дело посмотрим может быть и по кругу действительно пойду ладно посмотрим все я пошла вышивать а вы вот посмотрите сколько я повышевала вот здесь вот я вышила получается коробочку этот подарочек и вот здесь вот гирлянда елочка да здесь как бы вот по краю камина давайте на прервью посмотрим как это выглядит вот коробочку я вышила и вот получается полностью у меня вышелся этот шарик только здесь еще будет у нас в бисер внутри вышиваться и вот получается этот и этот шарик я вышила вот такие мои продвижения вот так должен выглядеть этот камин красивый теплый уютный прям вид от него теплом радостью спокойствие но как-то так красиво очень классно и вот мой каминчик растет давайте я покажу полностью что у меня вышито сейчас вот 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 такой вот у меня камин мне очень нравится его вышивать скажу что не сильно сложная в принципе схема каких-то там таких одиночек нет очень все красиво классно и мне нравится результат и еще раз вам покажу свои ниточки так смотрите как я их перевесила на другие органайзеры потому что те органайзеры бумажные которые шли в наборе но так как я долго очень вышиваю эту работу они у меня просто испортились сломались порвались мне пришлось перевесить на другие вот на мои деревянные органайзеры вот так вот мои ниточки теперь живут на этих моих деревянных органайзер ах вот они ниточки в принципе хорошие мягенькие я не знаю что это за производитель я не знаю что это за ниточки но мне очень нравится здесь канва каунт наверное 14 не 16 это точно но крестики смотрите в два сложения два сложения ниточки и крестики вот получаются вот такие пухленькие очень хорошие крестики очень красиво и мне очень-очень нравится классно все выглядит вот вот очень красивый сюжет такой домашний уютный классный на этом я буду завершать это видео если вам интересны дальше продвижение вы подписывайтесь на канал и я буду снимать дальше видео у меня будет полностью плейлист по этой работе и до финиша я буду снимать такие небольшие продвижения свои ну то есть что как чтобы потом сама посмотреть и может быть кому-то пригодится так что не переключайтесь если вы смотрите это видео и в плейлисте будет еще одно то дальше вы посмотрите другую серию а если еще нет тогда подписывайтесь на канал и все конечно же увидите до новых встреч пока пока